россия исторически проигрывает информационную войну уже почти два столетия нужно сказать что информационное давление на россию именно как на россию не просто как на православную страну как на россию началось 1820 годы после окончания наполеоновских войн британцы очень хорошо поняли что главный противник теперь их на континенте это россия причем противник значительно более серьезно чем наполеон наполеон это европейская держава россия держава евразийская и тогда был запущен очень мощный информационно-пропагандистский проект русофобия то есть неприязнь россии как страны русских по сути дела это была информационная подготовка крымской войны и подготовка это нужно сказать дала свои результаты потому что если посмотреть о чем писали европейцы разных политических взглядов канун крымской войны ну например архиепископ парижские с одной стороны с другой стороны карл маркс они писали об одном и том же что россию нужно сокрушить потому что карл маркс пишет россия это варварская реакционная страна архиепископ парижский что это варварская православная страна то есть неважно православная реакционная важно что это варварская страна и это был результат вот этой русофобской кампании после того как россия после крымской войны начала интегрироваться в мировую капиталистическую систему она стала объектом ее точнее ресурсы стали объектом вожделения запада и информационная война продолжалась россию представляли как страну не демократическую самодержавную отсталую и это было функцией той задачи что нужно было просто поставить русские ресурсы под контроль в 1884 году на берлинской конференции была принята резолюция что страны которые обладают круп большими крупными ресурсами природными но сами их не могут использовать должны открыться миру а если они открываются то их нужно открыть силой формально было сказано что речь идет об африке но африку можно было нагнуть и без этого речь шла о россии предполагалось что молодой царь александр третий сморгнет но он не сморгнул иными словами информационное давление на россию было функцией геоэкономической и геополитической борьбы с россией в 20 веке информационная война против россии приобрела новые измерения потому что россия стала советским союзом антисистемным капитализмом этот процесс шел дальше и нужно сказать что за исключением периода 30-х 40-х 50-х может быть отчасти 60-х годов россии информационные войны не выигрывала как правило проигрывала в чем причина я думаю что причин здесь несколько во первых нужно понять кто вел эту информационную войну против россии и и вели не отдельные государства скажем великобритания 20 веке сша и и вели над национальные элиты запада которые имели колоссальный опыт ведения информационных войн с 18 века они хорошо владели информационным оружием в отличие от этого русские элиты мало того что они плохо владели этим оружием но дело еще и вот в чем дело в том что после петровской реформы у нас возникло западническое дворянство а в 19 веке к нему добавилась западническая интеллигенция либеральная и социалистическая эти люди смотрели на россию западными глазами то есть иными словами по линии государственной российская элита противостояла западу а по линии информационной она была частью запада и она смотрела на собственный народ западными глазами то есть она была как бы идеологии и дело информационно идеологически взята в плен как говорил антонио грамши тот кто хозяин культурного дискурса тот является господином и в политике иными словами вот это западная ориентация российской интеллектуальной и политической элиты она ее обезоруживала перед западом потому что вот линия про западный проваганда вы отсталая страна да мы согласны мы отсталая страна потому что мы смотрим на свою страну собственным взглядом запад говорит вы должны стать такими же как мы вы должны провести реформы и это говорилось и в конце 19 века и во время перестройки и вот вы проведете эти реформы и вы станете такими как мы россия проводила эти реформы и эти реформы приводили к революции или к распаду страны как это произошло в конце 20 века кстати в самом начале 21 века высокопоставленный американский чиновник представителя буша по конфликтам евразии стивен манн сказал очень откровенно что стратегия управляемого хаоса соединенными штатами по отношению к россии была реализована с помощью двух вещей подталкиванию советского союза речи ваша советском союзе к демократическим реформам в политической сфере и к созданию рыночной экономики в сфере экономической это и привело к ситуации хаоса в стране это и другое он рассматривал как проявление реализацию стратегии управляемого хаоса ну и уж совсем хорошо люди моего возраста и чуть помоложе помнят эпоху перестройки когда расшатывание советской системы началось информационных атак сначала на сталина потом на ленина потом на социализм сначала говорили больше демократии больше социализма а потом стали говорить демократии несовместима социализмом демократия это признак цивилизованного общества не говорилось буржуазного общества говорилось цивилизованного иными словами одна из одна из главных причин проигрыша российскими затем и советскими элитами информационной войны это отсутствие своей картины мира если ты получаешь чужую картину мира и смотришь на мир чужими глазами ты начинаешь смотреть на мир в чужих интересах исключением из этого периода был период тридцатых пятидесятых годов когда советские люди были убеждены мы сейчас не будем говорить право они были или нет они были убеждены что у них лучшее общество у них лучшие достижения они послали человека в космос они выиграли самую страшную войну в истории человечества у них лучший результат смертности в мире 6 промилле самая низкая смертность 60-е годы и это придавало уверенность и уверенность причем еще и в завтрашнем дне а потом в 60-е годы стало выясняться что и у нас есть неравенство и уязвимым местом советской системы было то что идеология говорил о том что мы строим общество равных а реальность и говорил нам совсем совсем другое скажем в этом отношении нынешняя постсоветская система менее уязвима она не говорит что она строит общество равных она говорит совсем другой поэтому ее с этой с точки зрения не зацепишь также кстати как и западное общество которое говорит да люди не равны у каждого есть шанс есть там американская мечта хотя понятно совершенно что в нынешней америке американская мечта там скажем сын сапожника не может стать миллионером это миф если элита которая должна быть главной ударной силы информационной войны если она смотрит на мир чужими глазами это означает что она поставлена под поток чужой информации это означает что у нее вышиблены из рук информационное оружие она информационно безоружно у нее нет оружия которые скажем тебе говорят твоя страна плоха да моя страна плоха вот смотрите попытка навязать россии тезис современной россии тезис о том что россия также виновата в развязывании второй мировой войны как гитлер как третий рейх начинается оправдание да нет мы хорошие вместо этого должен идти другой удар мы должны доказывать и для этого и вполне хватает доказательств что главные виновники войны второй мировой войны вместе с гитлером это британцы и американцы потому что именно их противоречия породили взрывоопасную ситуацию которую воспользовался гитлер не надо оправдываться надо атаковать